Стихи и песни для любимого города. В зале Ивановского политеха в третий раз прошел конкурс-фестиваль «Мы есть у тебя, Иваново». Из 300 участников компетентное жюри выбрал самых ярких и талантливых. На финальном гала-концерте всего 21 номер. Никаких ограничений для выступающих нет. Поделиться своим талантом смог каждый. Приобщить молодежь и людей более старшего возраста, всех возрастов, охватить их, чтобы они не конкурировали между своими только сверстниками, чтобы была конкуренция, здоровая такая хорошая творческая конкуренция между всеми возрастами. Конкурс открыли показом одежды от студентов и в ГПУ. Своеобразная дань памяти Наталье Мизоновой, благодаря усилиям которой ивановские дизайнеры вышли на качественно новый уровень. Ну она такая весенняя, легкая, летняя, интересная и, конечно, коллекция, которую можно просто пройтись по улице. То есть не какая-то там авангардная, где только для подиума, для показа. Концертная программа радует разнообразием. Здесь и литературно-музыкальные номера, театрализованные выступления и, разумеется, вокал. Ярослав представил зрителям композицию Владимира Высоцкого «Спасите наши души». Это песня очень эмоциональная, что мне идет. Она задевает за душу. Это песня про подводную лодку, которая тонет. Так как этот конкурс все-таки духовно-патриотический, то эта песня, мне кажется, довольно хорошо впишется и поразит сердца других людей. О любви к родному краю стихи читали даже самые юные участники. Этот музыкально-поэтический номер о красоте – жемчужиной Ивановской области, Плёсе. Талантливое трио «Апрель» исполнило роман с «Белой конь». По мнению девушек, произведение позволяет в полной мере продемонстрировать вокальные данные. На первом этапе мы пели авторскую песню. Здесь решились петь не свою песенку, но в этой песне можно очень много разного раскрыть. И в голосах, и там очень большой диапазон, и внизу, и вверху. И как бы мы думаем, что она очень вывешена. Помимо дипломов и наград, некоторые финалисты получат возможность выступить на большой сцене на площади Пушкина на празднике в честь Дня семьи 2 июня. Максим Серебряков, РТВ, Иваново.